пряжа косит линяет руки красятся спицы тоже в этом уроке расскажу все про пряжу и инструменты девчонки приветствую вас на мастер-классы по вязанию футболки с вышивкой так девочки по поводу пряжи из которой связано моя футболка черная но она совсем не черная сейчас объясню почему это лен стопроцентные 320 метров в 100 граммах и брала я его в доме пряжи называется бобина фрискалина дело в том что ли он совершенно не держит цвет то есть вот сейчас она вот такая черная может графитовая не знаю такой спросить у с какими-то прожил очками такими блестящими да ну цвет очень красивый кстати вот надо пододвинуть лампу брала я его 500 грамм и вот что у меня уже остается у меня еще не довязана полочка просто я сижу думаю сейчас он если закончится я вам как покажу пряжу из которой вязала вот так лен как я сказала не хочет впитывать в себя краску это такие издержки производства все-таки натуральный состав стопроцентный позволяет с этим мириться да и вот образцы после стирки то есть видите какой он стал но здесь он даже еще красивее нравится мне такое качество давайте покажу свою недовязанную полочку видите какое отличие да в оттенке но в принципе что вот это красиво что вот это красиво но имейте ввиду если будете покупать лен то у вас краска будет уходить и вот такой насыщенности цвета не останется после стирки я вижу вот даже у меня уже не отмываются руки они у меня черные от того что вот просто подержала сейчас полочку все уже все пальцы черные ну зато стопроцентный состав зато вот такая вот красота это это очень приятно к телу тактильное ощущение просто не передать так что если надумаете вязать футболку из льна стопроцентного помните этот момент да еще вижу и вот не знаю давайте сейчас вот так вот сделаю видно не видно вот она моя полочка видите пошли столбики петель вот так то есть это у нас одна не она вот так вот скручена вот эти вот все ниточки до из которых она состоит вот покажу разделяйтесь разделяйтесь видите тут множество множество ниточек крутка нити дает вот такую вот косину полотна я очень надеюсь что она у меня после блокировки останется в ровном состоянии и что хочу сразу же порекомендовать тем кто будет вязать из такой пряжи либо обзаведитесь держателями для бобин чтобы у вас нитка подавалась вот так вот не сверху шла вот видите как я делаю то есть когда она уходит у вас вверх вот так вот по спирали она еще больше закручивается и будет у вас вообще сикость-накость все либо какую-нибудь чеплашку берем вот так вот кладем клубочек и у нас тоже самое происходит что из держателя ну правда конечно издержки того что иногда тут не очень удобно все крутится но это по крайней мере спасет вас от дальнейшего закручивания нити и еще большей косины полотна ну и спицы которые я подобрала для своего вязания это у меня чего бамбуковые два с половиной миллиметра их размер вяжется на бамбуке достаточно комфортно потому что вот смотрите петельки видите такие немножко как кольчужные что ли они такие жесткие вот в момент до стирки сама пряжа такая упругая жесткая вот и достаточно комфортно здесь все двигается то есть на металлических может слетать все ну и конечно же посмотрите что у меня творится со спицами них просто стали черными вместе вместе со мной мы со спицами здесь кочегара теперь я надеюсь вы помните как подбирать спицы но напомню вам еще раз то есть мы берем пряжу смотрим на этикетки какие спицы рекомендовал производитель либо если ну как на бобиной пряжи у нас тут такого нет конечно же смотрим на сайте смотрим магазине у продавца спрашиваем то есть какие спицы рекомендуется далее берем небольшой вот такой вот образец вяжем этими спицами и смотрим устраивает не устраивает то есть что получается либо сильно рыхло либо сильно туго и уже исходя из этого подбираем спицы побольше размером поменьше размером и вяжем продолжаем прям вязать вот такую колбаску пока не найдем тот вариант полотна который нам понравится да и уже определяемся со спицами дальше уже вяжем большой образец и делаем по нему расчеты вот ну все про спицы сказала два с половиной здесь пряжу сказала лен стопроцентный фрискалина бобина 320 метров в 100 граммах дальше что нам еще тут понадобится обязательно счетчик рядов для того чтобы считать те ряды которые нам насчитают калькулятор маркеры маркеры для для формирования прибавок вот такие вот я использую то есть это обыкновенные резиночки до которые я ставлю для того чтобы не потеряться в расчетах да ну бывает что повернул ряд следующий вяляша забыл на кнопочку нажать я ставлю там где у меня прибавки вот эти вот резиночки и уже знаю что у меня здесь определенное количество резиночка была в таком-то ряду я уже от этого ряда могу просчитать да где я нахожусь они пересчитывать все самого начала до конца то есть это экономить наше время вот такие резиночки можете тоже использовать дома и и Продолжение следует...